Скандалы закончились, начинается работа. Юрий Газаев сегодня провел первую тренировку после того, как завершился срок его отстранения. На прошлой неделе главного тренера, так же как и капитана команды, дисквалифицировал теперь уже бывший гендиректор Шинник Александр Рожнов. Накануне его отправили в отставку. Исполняющим обязанности главы клуба назначили Валерия Фролова. В 90-х он являлся президентом Шинника. Мой коллега Евгений Полковников сегодня пообщался с наставником ярославцев, который возвратился к работе. Бывший гендиректор Шинника, отстраняя от работы главного тренера, предъявлял к нему две претензии. То, что под руководством Юрия Газаева провалило старт чемпионата команда, и то, что он клубу не по карману. При этом Александр Рожнов отмечал, что Газаев не согласен на понижение зарплаты, и поэтому смысла держать его нет. После отставки гендиректора выясняется, Газаев не такой уж дорогой тренер. Это не совсем соответствует действительности. Незадолго до этого мы были у него в кабинете, и он говорил, что кто-то там получает какие-то огромные средства, там сумму назвал полтора миллиона, два миллиона, а вы более квалифицированный специалист. Это его слова. Я вам очень благодарен, что вы за такие относительно небольшие деньги работаете в клубе. Сам Газаев признает, что Шинник не добрал в этом сезоне 5-7 очков. Отставание от лидера – 8. Это не катастрофа. Ее напоминала атмосфера в клубе. Взаимоотношения с Газаевым Рожнов называл хорошими. Их нюансы никогда не раскрывались. Лишь в последнее время на это стали обращать внимание. Газаев сегодня не скрывает. Весь период работы напряженность по отношению к нему была. Он мог сам подать в отставку, но не ушел. В течение года, чуть больше года, человек, когда намеревался или писал заявление, это было 5-6 раз, да, и перед, в осени, в прошлом году, перед завершением сезона, да, после завершения сезона, это было в начале весенней, перед стартом весенней части, это было опять перед стартом этого, да, это же не нормально. Что-то двигало человеком, когда он говорит о том, что здесь невозможно работать и надо уходить. Эта история отразилась и на капитане Шинника. Валерий Катынсус был сторонником отставки Рожнова, за что его отстранили от тренировок. Он пропустил матч в Белгороде, его пытались выселить с базы в Белкино. Он же ездил в Москву подавать жалобу в комиссию по разрешению споров РФС. Когда стало известно, что Рожнова сняли, жалобу он подавать не стал, а вернулся в Ярославль и приступил к тренировкам. По дождям увидим, что дальше. Главное, это отчалка не допускать близко на пушечный лодер, высел к футболу. Я вчера со всеми же тренировался, готовились. А как играть, это я в Китае будет решать. Проблемы в Шиннике обострились так, что в их решение вынуждены были вмешаться губернатор и мэр Ярославля. По словам Газаева, пока ситуация не разрешилась, многие футболисты думали не столько о футболе, сколько о том, не придется ли им искать новую команду. Перед началом чемпионата перед Шинником была поставлена задача попасть в первую пятерку. Главный тренер по-прежнему считает ее выполнимой. И вся эта ситуация, она безусловно отражалась на футболистов, на их игре, на их состоянии и на очках, в том числе и на турнирной таблице. Сегодня команда должна прийти в равновесие, люди должны чувствовать к себе отношение и доверие, и тогда они могут творить. Я надеюсь, что, может быть, это все-таки не одним днем, но команда встанет, и она будет играть, она будет, в общем-то, выигрывать и надеюсь, что радовать свою игру и болельщика. Евгений Полковников, Владимир Чернов, Городской телеканал.